Расскажите о гипертонии, что это такое и как с ней бороться? Вопрос, она тоже наследственное заболевание? Гипертония это повышение кровяного, точнее артериального давления. У здорового человека артериальное давление колеблется в пределах от 60 до 140 мм штутного столба. Постоянство артериального давления поддерживается сложной системой регуляции, которая относится к нервной системе и почке. Величина давления в артериях зависит от количества крови, тонуса самых мелких артерий, артериол, и состояния сердца. И когда это давление начинает возрастать, говорят о гипертонии. Артериальная гипертония считается величайшей в истории человечества неинфекционной пандемией. Несмотря на изобретение лекарств, каждый пятый взрослый человек имеет повышенное артериальное давление. Не случайно гипертонию называют болезнь половины. Только половина людей с повышенным артериальным давлением знает об этом. Только половина людей с установленным повышенным давлением получает должное лечение. Только половина из тех, кто принимает медикаменты, лечится эффективно. Петрович, получается, гипертония практически неизлечима? Неизлечимой гипертензию. При это считать потому, что фармакология не придумала лекарств, которые одним махом раз и навсегда расширяют сосуды, а также сбросит с вашего сердца груз в 20-30 лишних килограммов. И изменит ваш характер, избавит от переживаний и страха, то есть от эмоций. Причину гипертонии не отрежет ни один хирург. И никакие лекарства не вернут вам здоровье, даже натуральные. И если подобраны они без учета причины, вызывающей у вас повышение кровяного давления, а их может быть не одна, а несколько, но избавиться от заболевания можно, установив и устранив его причины, о чем я постоянно говорю. И, как правило, эти причины находятся в образе жизни человека, но люди ленивы, яро отстаивают свои дурные привычки, им легче принять лекарства, чем изменить самих себя. Причина развития гипертонии, давление крови на стенки артерии и нагрузка на сердце увеличивается при сужении просвета артерии. Чем это обусловлено? Оказывается, только в 5-10% от всех случаев Причиной гипертонии является конкретная болезнь того или иного органа, сердца, почек, щитовидной железы и других. Такую гипертонию называют вторичной. Зато у 90-95% случаев повышение давления вызвано нарушением в самой системе кровяного давления, а не нарушение функций других органов. Такую гипертонию называют первичной. Она называется эссенциональной. И на ее возникновение влияют многие факторы. Эмоциональные, малоподвижный образ жизни, питание, погода и тому подобное. Атеросклероз. Одной из причин сужения просвета артерии может быть атеросклероз, при котором происходит отложение сгустков жира, слизи и солей кальция во внутренней стенке сосуда. Важно отметить, что натуральные соли и кальция растворимы и не откладываются где-либо в организме. Зато эти же соли, находящиеся в продуктах, прошедших термическую обработку, находятся в ином состоянии и становятся нерастворимыми. Именно они-то и откладываются. Это как вода до кипячения и после. До кальция растворен в воде. При кипячении в виде нерастворимого налета откладывается на стенках чайника. Что мы и видим. Заболевание артерии. У большого числа больных с первичной гипертонией имеются болезненные изменения артерии. Отмечается утрата эластичности самих самых мелких артерий. Артериол, переходящих в капилляры. Потеря эластичности артериол и приводит к повышению артериального давления. Такое изменение характерно для лиц с гиподинамией, то есть малоподвижный образ ведут, чрезмерным употреблением соли и старения. Артериолы перестают расширением и сжатием реагировать на эмоции, физическую нагрузку, погодные и иные изменения окружающей среды. Именно это и приводит к гипертонии. Ожирение. У людей с ожирением риск развития гипертонии в 5 раз выше по сравнению с теми, чей вес нормальный. В России, к примеру, 2 трети случаев артериальной гипертензии, так называют гипертонию, может быть отнесено к ожирению. Более 85% больных с артериальной гипертонией имеют индекс массы тела больше 25. Представьте, что перед вами тяжесть на 20-40 килограммов. Вам необходимо донести ее до дома. И никаких вспомогательных средств при движении нет. Вы взваливаете тяжесть на спину и отправляетесь в путь. Тяжеловато, но вы идете. Появляется боль в спине, ноги подкашиваются, но вы все равно идете. Вы начинаете тяжело дышать, болят суставы ног, лицо красное, потное. И пока вы не сбросите эту тяжесть, ваше состояние не изменится. Наоборот, будет только ухудшаться. Вот это же самое происходит с вашим организмом, когда вес превышает норму на 20-40 и более килогерц. И в течение многих лет ваше сердце и сосуды испытывают запредельную нагрузку. Наивно надеяться избавиться от одышки, боли в сердце, повышенного тонуса сосудов при помощи травы, таблеток. Сбросьте вес, и ваше сердце сосуды вздохнут с облегчением. Поваренная соль, она жизненно нужна нашему организму, но ее избыток вреден. Вот почему примерно треть случаев первичной гипертонии связана с повышенным поступлением соли в организм человека. Это более 5-8 грамм в сутки. Натрий способен удерживать воду. Избыток жидкости в кровеносном русле приводит к повышению артериального давления. Ведь для прокачки большего количества воды и давления надо больше. Поэтому чрезмерное употребление соли изнашивает сердце, повышает риск артериальной гипертонии и вызывает иные нарушения в организме, связанные с этим. Например, почечная недостаточность и тому подобное. Недостаток сна. Он является существенным фактором риска развития повышенного кровяного давления. Ведь для того, чтобы заснуть, надо расслабиться. А это не получается. В итоге кровеносные сосуды находятся в гипертонусе, в суженном состоянии. И перестают реагировать на команды сжатия, расширения. Это и приводит к гипертонии. По данным американских исследований, люди, спящие менее 5 часов в сутки, страдают гипертонией на 60% чаще, по сравнению с теми, кто спит по 6-9 часов. Поэтому недостаток сна является одной из независимых причин этого заболевания. То есть научитесь спать и расслабляться во сне, чтобы ваши сосуды и сердце отдыхали. Эмоциональное переживание у здорового человека, сильное эмоциональное потрясение сопровождается самыми разнообразными физиологическими реакциями со стороны организма. Вспомните, например, вашу типичную реакцию страха. Скорее всего, в нее входит прилив крови к лицу. Или наоборот, вам становится холодно, у вас начинают дрожать ноги, руки, кровь, как говорится, стучит в висках. Бум-бум-бум и тому подобное. Что-то подобное происходит в той или иной мере при каждой очень сильной эмоции. Важно отметить, что на эмоции сосуды реагируют сокращением. Сужение. Ведь в стенках артериальных сосудов находится мышечный слой. От волнения он приходит в тонус и мышцы сжимаются. Просвет артерий суживается. А расслабляются они гораздо дольше. В результате суженный просвет сосуда остается, и сердцу надо создать гораздо больше давления для продвижения по нему крови. Не успел пройти первый спазм, а человек вновь волнуется. Вот вам и предпосылки для устойчивой гипертонии и ее усугубления. Иногда бывает так, что вследствие эмоционального шока или сверхсильных переживаний может возникнуть острый спазм коронарных артерий, ведущих к острому кислородному голоданию и инфаркту миокарда и даже внезапной остановке сердца. Как предупредить возникновение гипертонической болезни? Гипертоническую болезнь, как и любое хроническое прогрессирующее заболевание, легче предупредить, чем лечить. Правильный образ жизни и регулярное наблюдение у врача-кардиолога помогает отсрочить, смягчить проявление гипертонической болезни. А если серьезно взяться, то не допустить ее развития вообще. В первую очередь, о профилактике гипертонической болезни стоит задуматься всем, у кого артериальное давление находится в пределах высокой или пограничной нормы. Особенно это касается молодежи и подростков. В таком случае регулярное обследование у кардиолога хотя бы раз в год в значительной мере застрахует вас от неожиданного гипертонического кризиса. Человек, у которого возможно развитие артериальной гипертонии в качестве профилактики, необходимо пересмотреть привычный образ жизни и внести в него поправки. Это касается увеличения физической нагрузки, которая при этом не должна быть чрезмерной. Особенно хороши регулярные занятия на свежем воздухе, которые укрепляют сердечную мышцу, ходьба, бег, плавание, лыжи. Я занимаюсь лично ходьбой час в день. Правильное питание не имеет ничего общего с разнообразными модными диетами. Оно должно быть полноценным, разнообразным, включать в себя как овощи и фрукты, так и крупы, мясо нежирных сортов, рыбу, там орехи, сыр и так далее. Помните, что большое количество поваренной соли не полезно никому, а для людей с возможностью развития гипертонии это белая смерть. Ограничьте употребление соли сами и приучите своих детей к малосоленой пище. В детстве это совсем не сложно. Не стоит увлекаться алкогольными напитками, особенно пивом. Пиво пьется с солеными закусками, а большое количество лишней жидкости с большим количеством соли мешает почкам вывести жидкость из организма. Вот вам и путь к отекам, лишнему весу и прочим неприятностям, провоцирующим обострение гипертонии. Спиртное повышает давление, сушит организм, изнашивает сердце. Избегайте курения. Оно вредно как для сердца, так и для сосудов. Эмоциональная атмосфера в доме, на работе – важное условие для профилактики гипертонии. Теплая, задушевная, домашняя и рабочая атмосфера позволяет больному гипертонии избежать обострений. Отсюда лучшая профилактика гипертонии, как и всех сердечных заболеваний, любящая семья и любимая работа. Хорошо иметь увлечения, так называемые хобби. Они помогают обрести душевный покой и снизить риск гипертонии. Ниже следующий напиток поможет вам стабилизировать кровяное давление. Свекла красная, корнеплод – 1 стакан сока. Морковь, корнеплод – 1 стакан сока. Мед – 2 столовые ложки. Сок одного лимона. Рекомендуется принимать по рюмке 30 грамм этого напитка раз в неделю перед обедом, чтобы давление крови оставалось в норме. Петрович, а какие физические упражнения могут быть полезны гипертоникам? Регулярно выполняйте следующий комплекс. Упражнение выполняется плавно, размеренно дыша. Первое упражнение – стоя. Сделайте шаг вперед с переносом центра тяжести тела. Руки вытягивайте вперед и вверх. Потяните с руками плавный вдох, приставьте ногу, опустите руки, плавный выдох. Повторите 3-4 раза с продвижением вперед. Активируйте циркуляцию крови во всем организме. Упражнение 2. Исходное положение тоже. Обопрестись руками о стенку. Руки на уровне плеч. Туловище слегка наклонено вперед. Имитируйте ходьбу на месте, приподнимая только пятки. Повторите 10-12 раз. Сосуды ног улучшают отток крови вверх. Упражнение 3. Исходное положение тоже. Походите по комнате, одновременно поднимая расслабленные руки вверх. И потряхивая кистями вдох. Расслабленно опускайте руки, выдох. Повторите 4-6 раз. Расслабляет и налаживает циркуляцию крови во всем организме. Упражнение 4. Исходное положение тоже. Руки на поясе. Выполняйте махи правой ногой вперед и назад. Старайтесь расслабить ногу до ощущения тяжести. Дыхание произвольное. Тоже выполняется левой ногой. Повторите по 4-6 раз. Улучшает кровообращение в ногах и нормализует его в целом. Упражнение 5. Исходное положение сидя на стуле. Руки опущены. Поднимите плечи кверху. Вдох. Опустите выдох. Повторите 5-6 раз. Устраняет застой крови в районе верха спины. Улучшает кровообращение в шее и голове. Упражнение 6. Исходное положение тоже. Отведите одновременно правую руку и ногу в сторону. Вдох. Опустите выдох. Повторите тоже с левой рукой и ногой. При возвращении в исходное положение мышцы шеи и туловище должны быть расслаблены. Повторите 4-5 раз. Тренирует кровообращение в организме. Улучшает отток крови от конечности. Упражнение 7. Исходное положение тоже. В заключении выполняйте релаксацию в позе кучера. Упражнение снимает блокировки, нормализует тонус кровеносных сосудов, успокаивает и восстанавливает. Поза кучера. Вот такая. Как будто кучер сидит на дрожках. Вот это поза кучера. В заключении даю рецепт для очищения сосудов. Измельчаем и смешиваем 5 зубчиков чеснока, 50 граммов плодов черноплодной рябины и лимон. Полученную массу заливаем пол-литрами кипятка в термосе со стеклянной колбой. Наставим ночь. Принимаем в теплом виде по столовой ложке 2 раза в день за 30 минут до еды. Курс пока не кончится. Напиток через месяц можно повторить. Что я бы к этому еще дополнил рецепту. Можно будет принимать и по 2 столовые ложки. И как только напиток этот остынет, лучше всего его сменить на новый, чтобы он был тепленьким. Это пока вводная часть в гипертонию. У меня есть большая статья, которую я пока еще не нашел. А как только найду, я ее более подробно вам расскажу. Об гипертензии. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok